Добрый день, меня зовут Руслан Косаренко, я иммиграционный партнер Sterling Law и сейчас я хочу поговорить с вами о Tier 2 или Skilled Worker Visa, как она сейчас будет называться с 1 января 2021 года, а именно вопросы, которые нам задают в связи с локдауном и в связи с remote working. Как такой arrangement сопоставляется с требованиями иммиграционных правил, guidance, и насколько с точки зрения иммиграционных правил, постоянный remote working разрешен по рабочей визе. Все держатели рабочей визы знают о том, какие есть обязательства у работодателя по отношению к home office. И одно из требований для того, чтобы нанимать сотрудника из-за пределов Великобритании, это доказать, что вакансия является genuine, то есть настоящей. И если сотрудник работает удаленно, можно ли доказать, что вакансия действительно является genuine, а не была создана для того, чтобы помочь, например, этому человеку переехать в Великобританию или работодатель на самом деле мог бы найти кого-либо в Англии, а не привозить из-за рубежа. Конечно же в условиях пандемии home office сделал скидки и выпустил последний guidance 5 августа 2020 года, который говорит о том, что remote working на TR2 сейчас разрешен. Я хочу отметить то, что этот guidance не является постоянным. На данный момент нет никаких намеков на то, что home office делает этот guidance перманентным. Соответственно хочу обратить внимание работодателей и также работников на TR2 или skilled worker на то, что в какой-то момент придется обратить внимание на то, как работодатель контролирует работника, работающего удаленно, из дома, а может быть даже и вообще из-за пределов Англии. И насколько такой работник продолжает удовлетворять требования программы TR2 или skilled worker. Если вдруг вы являетесь владельцем бизнеса и вы нанимаете сотрудников на skilled worker или TR2 и у вас есть планы не возвращать таких сотрудников в офис, либо вы сотрудник TR2 и работодатель уже намекнул на то, что вы будете работать на дому перманентно, я настоятельно рекомендую вам связаться с нами и получить по этому поводу детальную консультацию с точки зрения иммиграционных правил. Если вы держатель визы TR2 или вы работодатель со спонской лицензией и вы задумались над тем, как нанимать сотрудников, работающих на дому и вам понравилось это видео, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, у нас очень много полезной информации и не забывайте ставить лайки. До новых встреч, до свидания!